Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Царь и красавица». Жил-был в одной стране разбойник. Нажил он немалое богатство, но вот настал его смертный час. Позвал разбойник жену и сказал ей «Запомни, когда я помру, все добро раздай беднякам, себе же оставь только саблю, коня и собаку. А как вырастет наш сын, станет крепким да смелым, скажи ему, что отцовская сила была в сабле. Возьмет он саблю булатную, тотчас станет таким же могучим, как я. Исполни все свято, жена, ну прощай, умираю», — сказал так отважный разбойник и отдал богу душу, скончался. Жена все исполнила в точности, как похоронила мужа, раздала беднякам напомин души все его богатства. Оставила только саблю, коня и собаку для сына, когда тот вырастет. Рос-рос паренек, да и вырос. Сравнялось ему восемнадцать, и стал он выспрашивать, в чем таилась отцовская сила. Мать не посмела открыть ему тайну, боялась, что не сбережет он в такие незрелые годы отцова наследства. Но сын всякий день приставал к ней с расспросами. Хочешь, не хочешь, а пришлось рассказать ему, что отцовская сила таилась в сабле, да еще в коне и собаке. Как узнал про то разбойничий сын, взял отцовскую саблю, взнуждал боевого коня, оседлал его, свистнул собаку и поехал на главную площадь. Людей поглядеть, да себя показать. Давно не бывал на воле могучий конь, рвется вперед, так и взвился бы в небо, кабы не узда. Да и сам паренек не глядит, куда мчится, и шип он нечаянно царского сына. Тут же на месте царевич и умер. Закричали царские слуги, сполошился народ. Кутерьма поднялась, превеликая, бросились все ловить разбойничьего сына. Как учуял он беду, пришпорил коня. Серым соколом ринулся конь вдоль по улице. Слуги все рассказали царю. Снарядил он погоню, да поздно. Разбойничий сын был уже далеко. Несколько дней мчался он без оглядки, а когда страх помаленьку утих, придержал коня, стал раздумывать, как ему быть, что делать, вернуться домой или дальше скакать. Куда глаза глядят. Не знал он еще, что отцовской усаблей мог бы все царское войско перебить, если б вздумали с ним потягаться. Побоялся вернуться, решил ехать вперед, поискать какой-нибудь город большой и там поселиться. Ехал он, ехал, дней этак пять или шесть, и увидел вдруг в чистом поле громадную башню, всю из хрусталя. Ох и блестела та башня под солнцем! Подивился разбойничий сын на чудесную башню и решил разузнать, что в ней сокрыто. Подъехал к башне поближе, осмотрел ее всю вокруг. Где же двери? Искал, искал, как будто и нет нигде ни входа, ни выхода. Так искусно они были спрятаны. Заглянул парень внутрь через стекла. И что же он видит? Сидит в башне красавица, Дунья Бюзели. Знала девушка о своей красоте, потому-то и в башне затворилась. Все ждала, вот придет к ней первейший храбрец и сокрушит все преграды великим геройством. «Отвори, красавица!» — попросил сын разбойника. «Отвори, я войду!» Но ответила девушка так. «Только храброму витязю впору Сбить замки, поломать все затворы. Робким нет в эту башню дороги, Если храбр, так войди без подмоги. Если б робкого я ожидала, Я б сидеть в этой башне не стала». Услыхал эти речи сын разбойника, Выхватил саблю из ножен, Разогнал ретивого коня И ударил по башне с налету. Зазвенели хрустальные стены, Распахнулись ворота, И влетел удалец на коне Прямо в терем к девице. Увидела Дунья Гюзели, Какой храбрец да красавец Предстал перед нею. Догадалась с первого взгляда, Что он ее суженый. Обняла его, поцеловала, Взяла за руку, И стали они мужем и женой. Время шло, как-то раз Отправилась Дунья Гюзели в баню. Честь честью помылась, Оделась, А как вышла на улицу, Да перешагнула Через канаву водосточную, Сорвалась у нее С ноги узорчатая туфелька И упала в ручей. Слуги бросились вслед, Да не поймали, Вода быстро текла. Уплыла туфелька Далеко-далеко И выбросила ее На зеленую лужайку. Проходили мимо царские слуги, Увидали красивую туфельку, Подивились чудесным узором, Вся-то она Расшита жемчугом Да самоцветами. Прочитали и имя хозяйки, Шелком да бисером вышитое. Ну и туфелька, мол, Вели царские слуги, Не иначе, как красавица ее носила, Ведь недаром назвали ее Дуньей Гюзели, Что значит красавица мира. Отнесем-ка находку царю, Пусть посмотрит, Может и награду Большую получим. Так и сделали. Посмотрел царь на туфельку, Подивился чудесной вышивке, А больше всего понравилось ему Имя хозяйки. Наградил он своих слуг за находку, Обещал еще больше, Если найдут Дунью Гюзели, Да во дворец ее приведут. И отправились царские слуги Разыскивать Дунью Гюзели По всем селам и всем городам. Спрашивали встречных и поперечных, Не знают ли, где живет красавица. А ведь недаром говорится, Язык доведет до Стамбула. Попался им такой человек, Что указал дорогу к хрустальной башне. Вот пришли туда слуги, Сказали красавице, Хочет царь немедленно взять тебя в жены. Польстили те речи Дунь и Гюзели, А все же она отвечала, Вот, выпейте, слуги, почарки, Да и ступайте с Богом обратно. И пуще всего старайтесь, Чтоб муж мой не узнал, С чем вы ко мне приходили, Не то не сдобровать вам. Услыхали царевы посланцы такие слова, Головы повесили, Вернулись к царю и передали ответ. Рассердился царь и говорит, Возьмите немедленно войско в пятьсот человек, Да будьте красавицу силой. Отобрали пятьсот человек Из царевых полков И снова двинулись к башне. Увидела Дунь и Гюзели войско, Кликнула мужа и просит, Запри ворота покрепче. Не бойся, красавица, женушка, Не пугайся, Ответил ей муж. Покуда я жив, Мне и три таких войска не страшны. Сейчас ты увидишь, Как я с ними расправлюсь. Лишь только солдаты приблизились к башне, Он выехал к ним на коне С саблей на гало. Эгей, ты что ли, Муж красавицы Дунь и Гюзели? Я самый, Ответил разбойничий сын. Что вам нужно? Жену твою нужно, Сказали солдаты. К царю ее Повезем. Отдай, Если хочешь остаться в живых, Напрямик говорим. И жены не отдам, И плохого вы мне ничего сделать не можете. Убирайтесь немедленно, Если вам жизнь дорога. Ну, конечно, Солдаты взялись за оружие. Да только не знали они, Что за сила таится в заветной сабле. Пришпорил парень коня, Взмахнул отцовской саблей, И единым ударом Срубил врагам головы. Лишь кое-кого оставил в живых, Что было кому Рассказать царю о сражении. Ну, что ж, Побежали солдаты к царю. Тотчас снарядил он Второе такое же войско. Но муж красавицы Дуньи И второе войско порубил, И несколько раз посылал Еще царь отборных солдат В хрустальной башне. Конец всегда был одинаков. Никак не удавалось Царю захватить Дунью Гюзели. Но вот, наконец, Отыскал он Лиходейку старуху И приказал ей Добыть красавицу Хитростью. Ну, что ж, Я добуду, Ответила бабка. Только вели ты Сделать кибитку Из шелка на двух человек. Такую, Чтоб по небу летала, Свезла бы меня К Дуньи Гюзели, А потом к тебе Нас доставила. Тогда и выйдет Твое дело. Уж очень хотелось Царю добыть себе В жены красавицу. Построили старухе Кибитку, Пустили ее В поднебесье. Добралась бабка До места, Кибитку В кустарнике спрятала. Сама пешком Пошла К жилищу красавицы И попросилась Переночевать. А то, мол, Она из далеких краев Возвращается И на беду Заблудилась. Услышала Дунья Гюзели Ту слезную просьбу И жалко ей стало Старуху. Пустила ее В свой дворец. Напоила ее, Накормила. А тут как раз И муж возвратился. Взглянул на старуху И очень обрадовался. Пусть, мол, И вовсе останется, Коли захочет. А то Дунья Гюзели Проводит весь день Одна-одинешенька. Очень рады мы тебе, Бабушка. Захочешь, Так оставайся у нас Вместо матери. Заботиться будем о тебе, Как о родной. Ах, сыночек, Неужто пригреешь Старуху? Добрая ж душа у тебя Останусь. От добра, Добра Разве ищут? Ну, дай тебе, Бог, здоровья, Бабушка. Чего захотела Старуха, Того и добилась. Стала Вором домашним. Встанет С позаранку. День 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 Вынюхивает, Высматривает, В чем Таится Великая Сила Хозяина. И Жену Подстрекала Разузнать, Расспросить Мужа. Уж Какая Ты Счастливая Дочка. Муж У тебя Богатырь. Узнать Бы, Милая, В чем Его Удаль. Спросила Бы Ты, Доченька, Как-нибудь Вечерком, В чем Его Молодецкая Сила. А что Бабуся И Правда Спрошу, Отвечает Дунья Гюзели. И Верно Спросила Его В тот же Вечер. Да Разве Не Знаешь, Красавица Женушка, В чем Моя Сила? Не Знаю. Откуда Ж Мне Знать, Если Ты, Господин Мой, О том Ни Слова Не Говорил. Так Знай Моя Сила В Той Сабле, Что Досталась Мне От Отца И В Коне И В Собаке, Но В Сабле Больше Всего. Как Саблю Сниму, Я Больным Становлюсь, И тут Уж Ребенок Меня Одолеет. Вот Видишь, Женушка, В чем Моя Сила? Так И Узнала Дунья Гюзели, В чем Сила Супруга. Да Хитрой Старухе Про То И Рассказала. А Мне Только Того И Нужно Было Красавица, Подумала Лиходейка. Теперь Исполню Своё Обещание Царю. И Стала Она Сторожить, Как бы Выкрасть Хозяйскую Субтит. И Субтит. Вода Спит. Один Чёрт Не Дремлет. Улучила Злодейка Минуту, Сняла Ночной Порой Субтит. 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 Попоим Болящего Отваром Травяным Гюзели Войти Посмотреть. Что, Мол, За штуку Они Отыскали Из земли, Что ли Выросло Или С неба Свалилось. Вошла Первой Бабка, Вошла За ней Дунья Гюзели. Кибитка Тотчас И Взвилась. Беда Поняла Тут Дунья Гюзели, Что Бабка Ее Обманула. Сперва Испугалась Ужасно, Не Ведьма Ли Бабка Или Может Какая Русалка Плачет Красавица Несчастная Да Что же Со мной Теперь Будет Зачем Ты Так Сделала Бабка Что Видела Ты От Меня Плохого Зачем Подняла Ты Меня В Облака И Несешь Неведомо Куда Не Бойся Дочурочка Молвила Бабка Я Тебе Зла Не Желаю Царицей Хочу Тебя Сделать В царских Палатах Жить Станешь А не В дикой Пустыне Правду Говорю Не Пойся Летела 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 Кибитка До царского Дворца Долетела Спустились На землю И Повела Бабка Дунью Гюзели К царю Как Бабка 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 «Судьба», — отвечала красавица, — «пойду за тебя замуж. Только ты, царь, сначала устрой, как положено, оглашение сорокадневное, и всем повели, чтобы шли во дворец меня чевствовать, да красотою моей любоваться. И вот что еще скажу тебе. Знаю я дивное средство. Могу превратить тебя, царь, молодого. Как станет тебе двадцать пять, тогда и обвенчаемся. Ладно?» Выслушал царь ее речи, на все согласился, назначил день свадьбы и стал ожидать, что опять станет молодым. А Дунья Гюзели нарочно хитрила, чтобы выиграть время. Надеялась, муж-то разузнает, придет и избавит ее от несчастья. А что ж он делает, бедный парень, больной, одинокий? Заржал его конь, пес залаял, оба есть запросили, а парень и встать не может. Понял он тогда, что это старухины козни. Говорит он, послушай-ка, пес, друг мой верный, поищи, где спрятала чертова бабка заветную саблю, а то ведь, пожалуй, я так и умру безвременно. Услышал слова его пес, пожалел хозяина и бросился саблю разыскивать. Искал, искал, нет нигде. Прибежал, наконец, к бассейну, увидел саблю на дне. Нырнул один раз, другой раз и третий никак не достанет. Много раз прыгал он в воду, схватил таки саблю, принес своему господину. Тот взял ее в руки и тотчас поправился. Накормил он коня и собаку, и в путь. Помчался искать свою жену по всему государству. Из города в город, из деревни в деревню. А как доскакал до столицы, да услышал про царскую свадьбу, сразу угадал, то царева невеста. Узнал и о том, что в скорости царь станет совсем молодым, 25-летним. Да тут же и женится. Вмиг понял тогда юнак, чьи все это затеи. Не стал тратить времени даром, отправился на окраину города к знакомой старухе. Дал ей кучу денег и велел сшить побыстрее три платья для нее и для двух ее дочерей. Пусть оденутся понаряднее и пойдут поглядеть на цареву невесту, да честь ей воздать, как предписано царским указом. Старуха живо позвала искусного портного. Через два дня все платья были готовы. Тотчас нарядились и бабка, и дочери и пошли вместе с парнем в царские хоромы поглядеть на невесту. Пришли они к ней. Красавица сразу мужа признала и повела его в другую палату, где мужчины пировали. Да, по дороге и спрятала в своей опочивальне, в просторной закрытой нише. Женщин же она в сласть угостила и домой отправила. Сказала, что парень попозже придет вслед за ними. А было то накануне сорокового дня. Все ждали его с нетерпением. Всем хотелось взглянуть, как царь чудом преобразится и вдруг помолодеет. Настал вечер тридцать девятого дня. Пришел старый царь в полутемную спальню, а тут вдруг дверцы ниши распахнулись, выскочил оттуда разбойничий сын, взмахнул своей саблей и снес царю голову. Утром вышла Дунья Гюзели к народу, а рядом с нею предстал красивый и молодой царь, двадцати пяти лет. Изумился народ великому чуду, а Дунья Гюзели и муж ее, сын-то разбойника, царем и царицею сделались в этой стране. Вот так-то не рой другому яму, сам в нее попадешь. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok